Добрый вечер всем! Меня зовут Святослав, и сегодня мы поговорим про бессмертие. Сразу говорю, что тема серьезная, то есть эзотерику, религию обсуждать не будем, то есть только научные факты. Все время, долгие года, с самой древности, многие мечтали достичь бессмертия, долголетия, вернуть молодость, изобретали эликсиры молодости, но в принципе все эти попытки были безуспешными. Но в последнее время с развитием науки, с развитием технологий, эта, казалось бы, фантастическая мечта становится ближе к реальности. Расшифровка ДНК, исследования в области биологии, биохимии и других наук дали нам широкие возможности в достижении долголетия и бессмертия. По словам бессмертия я подразумеваю максимально долгую жизнь, то есть я не говорю о какой-то неуязвимости или режиме Бога. Вот, и еще один вопрос, который я хотел бы уточнить и дать вам ответа. Многие говорят, что они не хотели бы жить вечно. Мне кажется, они просто не понимают... Это сам полцесса, ведь. Они не понимают всех прелестей. То есть часто люди задаются вопросом, как вам поступить, так или так, или вот так. Когда ты будешь жить долго, ты сможешь делать все варианты. Ты сможешь выучить все науки, научиться всем способностям, что тебе нравится. Недаром все великие мудрецы говорили, что самое главное, самое ценное в жизни — это время. Поэтому мы сегодня поговорим о том, как взять себе этого времени побольше. Ладно, возвращаемся к науке. Грубо говоря, все пути бессмертия можно разделить на две большие группы. Первая — это чисто биологические, то есть это включает в себя генетику. Модификация ДНК, выращивание органов, то есть биологические способы. И вторая большая группа — это кибернетические. Это замена органов на механические, перенос мозга в компьютер, перенос компьютера в мозг. То есть, в принципе, все способы. И в отдельную группу хотела бы выделить креонику. То есть она, в принципе, долголетия не прибавляет, но дает возможность отсрочить до того момента, когда вдруг технологии станут такими передовыми, что смогут вас воскресить. Еще 200 лет назад немецкий биолог Амгуст Вейсман сказал, что смерть — это инструмент эволюции, а не ошибка в поломке сложной системы. И, в общем, всю лекцию я хочу основывать на том суждении, что эволюции надо, чтобы мы просто чаще умирали, чтобы чаще менялись поколения, чтобы вид был более приспосабливаемым. Но, в принципе, сейчас человек сам под себя меняет окружающую среду, и умирать так часто уже необязательно. Хочу рассказать вам о таком термине, как пренебрежимое старение. Это такой фенальмен, он наблюдается у некоторых животных, и это означает, когда животное умирает не от собственной старости, а от того, что внешние факторы, то есть кто-то их убил, съел. Вот с возрастом смертность не увеличивается. Мне это не нравится. Вот, этот термин «пренебрежимое старение» ввел еще Калеб Финч в 1990 году. Вот, то есть, в принципе, если у животного адекватное знание окружающей среде, ему нет смысла так часто меняться, а можно сосредоточить все свои силы на размножении. И можно себе позволить пренебрежимое старение. Человек тоже, в принципе, мог бы стать пренебрежимое старейшим животным, но человек это очень молодой вид, и еще слишком рано, чтобы он таким был. Вот, к примеру, есть долгожитель медузы, она по факту бессмертная. При достижении зрелости она ложится на дно, перерождается в полип, он потом снова становится медузой, и животное, по сути, бессмертное. Многие виды черепах, они не стареют, они просто, такой панцирь становится большой, массивный, что она уже не может двигаться и найти свое пропитание. А органы не стареют, хрустали глаз не мутнее, то есть нет признаков старости. Еще есть пример гигантский группер в океане. Он достигает просто таких размеров, что он выпадает с экологической ниши и проигрывает конкуренцию с молодым самцам. Вот, это факторы, которые провоцируют старение, и животные-экстрадолгожители с ними легко борются. Из этих факторов очень важно это укорочение теломер, и я хочу вам поподробнее про него рассказать. Теломеры — это многократно повторяющиеся короткие участки нюклеотидов на концах хромосомы. При каждом делении клетки они укорачиваются. Когда они укорачиваются полностью, клетка отмирает. Количество этих укорачиваний в делении клетки называется пределом Хейфлика. Для человека он примерно 50-52. Когда этот предел достигается, клетка отмирает, и организм больше не может регенерировать. Очень долго изучались эти теломеры, и в 1984 году биолог Кэрол Грейдер, здесь она посерединке, она смогла получить фермент теломераза. Этот фермент отвечает за удлинение теломер и за то, чтобы они удлинялись. Но, к сожалению, этот фермент у человека активен только в стволовых клетках, ну и в некоторых половых, то есть, в принципе, в соматических клетках тела он не активен, и в целомеразе не удлиняется. А, к примеру, у животных и долгожителей, экстрадолгожителей, у них он удлиняется. И, в принципе, в целом вот эти три ученые, Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шестак, получили Нобелевскую премию за эти исследования в 2009 году. Много на эту тему было исследований, и даже изобрели препарат. Называется ТА-65, он как раз занимается тем, что он активирует теломеразу. Вот сейчас у меня есть в продаже, баночка на 30 таблеток стоит 6000 гривен. Ну, в принципе, как для долголетия, это может быть дешевле, чем многие операции, то есть, в принципе, это доказано. То есть, на людях сложно проверить, потому что люди живут, в принципе, долго, и оно на мышах продлевает на 40% жизни. На людях показывают результаты омоложения, но полностью пока еще неизвестно. Небольшое отвлечение. Знаете, овечка доли, она умерла и прошла вдвое меньше, чем в средней продолжительной жизни овец. Многие ученые говорят, почему это получилось. Потому что у нее вот эти теломеры были изначально короче, потому что клонировались уже взрослые овцы. Так что, если бы ее, допустим, с младенцем клонировали, то она была бы не такая, более бы дольше прожила. В целом, вообще, каждый живой организм в каждый момент времени должен для себя принять решение. То есть, это принимается на биологическом уровне. Что ему сейчас делать? Либо же форсировать метаболизм и заниматься размножением, либо же, наоборот, замедляться и сосредоточить силы на регенерации, на восстановлении себя, на восстановлении клеток. И ученые нашли белок. Он называется МТОР. И он занимается как раз принятием этого решения. То есть, он химическим образом собирает информацию о окружающей среде, о питательных веществах и принимает решение. То есть, что ему делать? Форсировать метаболизм или входить в режим энергосбережения и восстановления? И ученые нашли вещество рапомицин. Оно выделяется бактерией, которая живет на острове Пасхи. То есть, по сути, это рек такое вещество. Но оно как раз влияет на этот белок МТОР и способствует тому, чтобы организм входил в режим долголетия, в режим репарации и восстанавливал клетки. Следующее, что я хотел бы рассказать, это метод CRISPR. Это самый новый, самый прогрессивный, самый точный, самый безошибочный, эффективный метод геноинженерии. Недавно он был разработан. Одной из ключевых фигур была Дженнифер Дудный из Калифонирского университета Беркли. Как он работает? В каждой клетке есть механизм защиты от вирусов. Он называется CRISPR. И он может с помощью белка КАС-9 вырезать ненужные участки в ДНК, которые заражены вирусом. Ученые смогли этот механизм настроить под себя. И с помощью этого механизма можно вносить любые оправки в гены. То есть получается, как генетический фотошоп. Можно любые кусочки вырезать, доставить, изменить, сделать клетку невосприимчивой к раку, заблокировать, чтобы она не болела с ПИДом, изменить все параметры. И это, в принципе, теперь возможно. И он довольно точный, этот метод. И вот так он работает. Этот белок КАС-9, он обрезает, а с помощью CRISPR можно задать ему, что именно обрезать. И хочу вам представить Элизабет Перриш. Это первая в мире женщина, первый в мире человек генномодифицированный. То есть это самый последний эксперимент. Этой осенью ей методом CRISPR изменили гены. И задали как раз вот насчет тех теломер, про которые я рассказывал, чтобы у нее больше вырабатывалось теломераза в клетках, соматических клетках тела. То есть поскольку это только случилось, еще результатов исследования нету, но она отмечает про себя, что у нее хорошее самочувствие, что она стала лучше спать, лучше просыпаться, и в целом чувствует повышенный тонус. Но что будет с ней дальше, мы узнаем позже. Хочу еще рассказать про стволовые клетки. В принципе, это популярная тема, много сейчас исследований про них. То есть в чем суть? Стволовые клетки, то есть они есть у эмбрионов, когда они развиваются, но в взрослом человеке они содержатся в костном мозге. И это как резервные клетки. Когда в организме что-то случается не так, они оттуда достаются, и, ну, простыми словами, и попадают в нужное место, и регенерируют, и превращаются. Причем суть, то есть есть тромальные стволовые клетки, они могут превратиться в клетку нужной ткани. То есть будет то сердечная мышца, будет то нервная клетка, будет то клетка почки. Вот. И была сложность раньше, где взять эти стволовые клетки. Но в 2006 году синяя Яманаки, вот этот японец, он смог из уже готовой клетки, дифференцированной клетки мыши, вернуть ее в исходное состояние, вернуть ее в состояние стволовой клетки. То есть это было революционное решение, и с помощью этого можно из любых клеток человека превращать их в стволовые и направлять их в место, которое нужно регенерировать. Вот. Они даже получили Нобелевскую премию в 2012-м вместе с Джоном Гердоном. А Джон Гердон занимался еще в 60-х годах исследованием клонирования, и как раз предполагал это, что с одной дифференцированной клетки организма можно вырастить целый организм. По данным American Heart Association при введении струмальных клеток в сердце полностью устраняются повреждения после инфаркта. То есть это рабочий метод. Вот. Был эксперимент на людях. Из них изъяли 200 кубических сантиметров жировой ткани из области живота. Достали из нее 20 миллионов столовых клеток. Ввели ее в область сердца, и размер повреждений сердечной мышцы снизился в два раза, как вы видите, с 30% до 15. Вот. Также стволовые клетки возможно хранить в состоянии глубокого заморозки, глубокой, в течение долгих лет. Их можно брать, допустим, вот прирождается ребенок из пуповины, сдавать их в этот банк, и потом, когда человек вырастет, можно будет с этой пуповиной взять клетки и направить в любой орган человек, и он их выречит. Вот уже на сентябрь 2003 года было 2,5 тысячи успешных трансплантаций столовых клеток из пуповины и крови. Вот. Некоторые исследования показывали, что увеличение вот этих теломер приводит к раку. Вот. Но ученые исследуют вот этих животных-долгожителей и заимствуют у них много способов. К примеру, голозы земляков. Его также можно отнести к пренебрежительно стареющим животным. Он устойчив к раку. То есть у него за защиту от рака отвечает намного больше генов, чем у человека. Вот. То есть можно брать, опять же, его гены, модифицировать их и вставлять методом Криспера в человека. Вот. Ну, с биологической частью все. Хотел бы вкратце рассказать про кибернетическую. То есть нанороботы могут, так же само, как и вирусы, участвовать в проектировке генов, попадать в организм и менять любые гены. Это пока только в проекте. Но уже есть нанороботы, которые имитируют кровяные тельца, могут переносить кровь и тоже могут водиться с человеком. Также с помощью этих технологий можно выращивать, делать механические органы. То есть есть такой путь. Но мне лично ближе путь к биологической, потому что это, мне кажется, этичнее и гуманнее, что будут ходить живые люди, хотя и долгожители, чем киборги. И вкратце про креонику. То есть сейчас пока невозможно оживить человека, который был заморожен, но, возможно, в будущем получится. Потому что было... После заморозки у кролика мозги сохраняли активность. После замороженной спермы в 21 год смогли зачать ребенка. Собаки были заморожены 3 часа, смогли восстановить жизнедеятельность. И печень тоже функционировала свиная. В общем, методов много. Наша цель – заниматься наукой, изучать это, потому что это наша жизнь, и чтобы видеть в жизни намного больше. И еще хотел один момент отметить. Кроме проблем с наукой, с технологиями, ученые сталкиваются с социальными проблемами. То есть некоторая часть общества, особенно верующие, они против таких исследований. То есть, в принципе, как и всю историю науки, они противостояли. Но в противовес им создаются партии. Создаются партии трансгуманистов, имморталистов, которые лоббируют взгляды ученых в политике и наши поводы финансирования. И, в принципе, есть будущее. В принципе, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, спасибо.